Всем привет, с вами Закупыч и большое вам спасибо, что поддержали меня в прошлом видео, собрали много лайков, хотя дизлайков тоже много, поэтому поддержите и поставьте лайк на этом видео прямо сейчас, и тогда будем снимать продолжение про Bait Blade Birds. В этот раз я купил себе Infinity Nado, или Nato, ну Nado, Nato, я думаю пофигу как называется, все писали мне многие в комментариях, что эти волчки круче, чем оригинальный Bait Blade Birds, как от Hasbro, так и от Takara Tomy, поэтому сегодня мы их сравним. Если соберем 3000 лайков, тогда куплю оригинал от Takara Tomy, но пока не могу себе это позволить, стоят они очень даже дорого, к сожалению, к моему. Давайте попробуем открыть, так, никогда у меня еще не было волчков Infinity Nado, и сегодня мы их сравним с Bait Blade Birds, которые продаются в Magnite, сравним, которые продаются от Hasbro и которые продаются на Алиэкспресс. Кстати, с Алиэкспресс я уже заказал, мне там подписчики скидывают ссылки в комментарии, и я покупаю, какие они хотят, чтобы я протестировал. Так, тут мы получаем какой-то ключ, я так понимаю, пусковое устройство, еще один ключ, надо же, потом инструкция, пусковое устройство от Infinity Nado, Nado, могу неправильно их называть. Так, это что у нас? А, и кстати, у нас в магазинах продаются только Blade, и, видите, тут есть весь список, вот у нас продаются только Blade и Super Whisker, вот, я могу их только у себя купить. Вот этих нету, но, возможно, поищу, если вам будут нравиться эти выпуски, и куплю другие. Так, все, это вся комплектация, тут есть инструкция. Ух, нифига, тут инструкция тяжелее даже, чем у Blade Blade Birds, которые оригинал от Hasbro. Видите, тут их можно соединять, я так понимаю, два волчка в один, и делать двойной волчок, но пока придется нам поиграть одним волчком. Так, ладно, будем сейчас экспериментировать. Тут у нас что? Вот опять же, вот эти кривые запусковые устройства меня бесят. Вот как их выровнять? Вот как его выровнять? Куда совать? В какую сторону? Написано то, что вращение туда. Ага, наверное, значит, так должен запускаться? Нет, сюда его совать? Нет. Сюда? Нет. А как, куда тебя совать-то? О, он очень кривой, надо будет его... А, он даже не тянется! Он весь перегнулся, как этот, как колбаса. Сравним еще сегодня, значит, и пусковые устройства. О, получается. Так, нет, нужно его сначала выровнять. Вот что минус от этих штук, я их не люблю нигде покупать, потому что они всегда кривые такие. То есть, им нужно дать время выровняться. Так, это у нас что за штука? Можем переключать. Что-то тут переключается. Даже не знаю, что это такое. Влево-вправо как крутить? Так, это у нас волчок. Так, вставляется, я так понимаю, сюда. Ну, и как он защелкивается? Ого! С какой силой его надо давить? Что-то у меня вообще ничего не получается. Давайте попробуем, может быть, его разобрать. Так. Этот ключ куда-сюда? Так, нет, это открывается вот здесь, я так понимаю. О! Блин, что-то пока все очень тяжело. Может, это сюда вставляется? Да, я, получается, разобрал первый слой волчка. О, второй слой. И все. Дальше он не разбирается, что ли? Кстати, прикольная особенность. Видите, здесь указана такая, как диаграмма, которая обозначает, чем мой волчок отличается от других. Вот видите, у него А побольше, подлиннее график. Это у него Атака. А, потом Ф. Блин, я тут порвал неудачно. Ф это у нас что? Гибкость у него прокачана. И Б. Вес. То есть он тяжелый, атакующий, гибкий. Вот, судя по этой диаграмме. Видите, вот коротенький, значит, меньше. Где длиннее, тем больше. Но самая длинная у него, по-моему, А, это Атака. Я, кстати, уже могу сказать, минус этих волчков, это то, что реальным долгое время занимает вот это все его, ну, изучить, как его разбирать, как его собирать. Мне это потратилось минут 15, пока я там все, ну, попробовал. И вот видите, здесь вот такие четыре точечки. Мы вот так их вставляем. Если мы их нажимаем и поворачиваем влево, то у нас отстегивается вот эта штука. Ну, то есть наконечник. И мы можем поставить другой наконечник. К примеру, вот такой длинный, чтобы он стал. Опять же, нажимаем и поворачиваем вправо. Опа, все, он у нас зафиксирован. Здесь еще есть вот такой переключатель влево-вправо. Не знаю, зачем он нужен. Влево, наверное, чтобы он ехал, ну, куда-то в сторону, то есть, чтобы он атаковал. И посередине, когда стоит, он, наверное, просто, ну, крутится посередине, ничего не делает. Вообще, можно это будет тестировать. Давайте сразу тестировать. Арена у меня тоже Infinity надо, потому что других у меня в городе не продается. Только такие остались. Кстати, сейчас их тоже все раскупили. Почему-то весь народ кинулся их раскупать. Пусковое устройство, могу отметить, оно одно из самых лучших. Лучше только китайские, которые большие с ручками. Видите, In, вход. Вот сюда мы должны, ну, вставлять нашу, так, ленту. Left spin. Это означает, что волчки он крутит влево. Это пусковое устройство. Поэтому вам, возможно, понадобится, ну, другое пусковое устройство. Мне нравится, как он крепится. То есть, он просто зажимает волчок, и не надо ничего там делать с ним. Вообще, пока одни плюсы. Один минус в том, что он слишком сложный, ну, в сборке. Давайте запустим. Ага. Сейчас он так крутится, видите, вбок. И пытается... Ой, какой звук. На самом деле, он очень больно бьет. Его вот рукой прям... Мне даже страшно брать сейчас. Кажется, что он меня сейчас ударит по рукам. Ну, и крутится он очень... Ой, больно. Его практически не остановить. Так, это у нас была центральная часть. Давайте переключим его влево. То есть, наискосяк. Возможно, конечно, я его не... Нет, криво запустил. Поэтому он так... Почему-то он прям крутится прям вот так влево. Так, давайте попробуем, что изменится. Ну, пусковое устройство мне нравится. Ай! И еще одна особенность, то, что он полностью из металла. И он скручивается с помощью усилия. То есть, он никогда не взорвется. То есть, такого понятия, как Blade Birds, когда взрыв, когда он разлетается, такого здесь не может быть. Поэтому сравнивать его с Blade Blade Birds, мне кажется, не совсем правильно. Мне кажется, он их просто взорвет все. И они разлетятся в разные стороны. И все. Так что, поэтому он крепче. Он крепче всех волчков, которые вы только можете купить. О-о-о! Теперь, смотрите, он начинает рыскать. На самом деле, мало что изменилось. Единственное, он начинает прям... Прям в поиске. В поиске жертвы. Он прям крутится вокруг своей оси вот так. И очень громкий, послушайте. О, сейчас вроде успокоился. Не, ну это жесть, конечно. Так как тебя угомонить? Он не хочет угоманиваться. Он очень долго крутится. Мне кажется, он, конечно, победит всех. Потому что реально он очень долго крутится. Так, и давайте мы сейчас разберем его. Так, опять же, нажимаю вниз. Вот так, хопа. Именно с нажатием. Если без нажатия откручивать влево, ну, получается, против часовой стрелки, то просто мы снимем верхнюю крышку. А так, если с нажатием, то мы именно меняем саму вот эту насадку. Еще обратите внимание, он у меня сейчас собран в режиме, который называется, как бы, видите, баланс. То есть он, ну, посерединке. Я потом вам покажу, как его пересобрать. Здесь в инструкции тоже это указано. Видите, есть вот такой момент сборки. То есть, когда это железное кольцо у нас посередине. А есть, когда железное кольцо у нас вверху. То есть, видите, она чуть смещена оси. То есть сейчас у меня собрано вот так, на верхнем рисунке. А потом мы с вами соберем как на нижнем. Так, давайте попробуем, как он будет крутиться. Ну, просто в стандартном режиме. В коробке он такой был. Ну, так он крутится, мне кажется, быстрее. Ой, тоже он такой мощный, так рыщет. Я думаю, то, что вот эту насадку я уберу, мы ей пользоваться больше не будем. Потому что, ну, это читерство уже получается. Давайте будем сражаться именно в таком среднем режиме. Крутится он очень-очень долго. Ну, денег своих он стоит, конечно. Мне кажется, любой, я не знаю, какой должен быть блейд именно от Hasbro, чтобы победить его. Мне кажется, это невозможно. Но мы, конечно, сравним. Ну, вот его даже сложно остановить. И, правда, реально пальцем больно, потому что он настолько металлический, настолько мощный. Так, давайте теперь... Теперь смотрите, как его разбирать. Сначала я нажимаю, его откручиваю. То есть, вот эта штука у меня вываливается. Сюда ее положу. Потом я ее возвращаю на место. И теперь просто откручиваю влево. И видите, просто не нажимаю, у меня снимается вот эта штучка. Теперь я переворачиваю ключ, вставляю его вот так и вкручу тоже влево. А, все, раскрутился. Да, раскрутился. Теперь я могу вынуть центральную ось. Видите, я ее вынимаю. И сейчас у меня, видите, как он стоит? То есть, железная каемочка у меня снизу находится. А я могу все это дело переставить. То есть, красную поставить вниз. Вот так, чтобы он был более поднят вверх. И вот эту штуку сюда. Теперь находим и место. Все у нас нашлось. Вставляем нашу центральную ось. Теперь затягиваем ее. Опа, все, теперь она у нас никуда не ходит. Видите, плотно засела. И теперь уже могу собрать. Для начала собираю... Ой. Для начала собираю наш колпачок. Нужно его просто повернуть вправо. Опа, все, он у нас закрыт. Теперь я на него нажимаю, поворачиваю влево. Теперь у меня наконечник открыт. Я могу насадить эту штучку. И теперь нажимая, кручу вправо. Хопа. И все. Все, видите, теперь он у меня вверх поднят. Видите, помните, какой он был раньше? А теперь он поднят вверх. А то у него ось была внизу. Давайте сейчас попробуем запустить. Что изменилось, не знаю. Пишите вообще ваше мнение, какой ваш любимый режим. Ооо, он такой повыше стал. Аж ходуном ходит арена. Очень сильно крутится. Давайте, наверное, я так его оставлю. Интересно, а можно запускать обычные бэи? Нет, обычные бэи, видите, не запустишь этим пусковым устройством. Еще один минус. Что если у вас Infinity Nado, вам нужно переходить полностью на Infinity Nado. Полностью нужны пускалки все. Infinity Nado и так далее. Ну все, наверное, пускай будет соревнование у нас в этом режиме. То есть режим, когда поясок поднят вверх на стандартной крутилке. Да можно тебя вообще остановить? О, вот такой, вот так он будет соревноваться. То есть погнали сравнение. Но для начала сравнение запускалок. Вот эта запускалка сейчас моя самая любимая. Именно для BladeBirds. Единственный минус, что она не умеет крутить и влево, и вправо. То есть она крутится только в одну сторону. И мне нравится то, что он ее запустил, и она сразу вернулась обратно. Я думаю, еще есть запускалка, которая полностью, ну как, электрическая. Стоит 2000 рублей, по-моему, на Амазоне. Если вам будут нравиться такие выпуски, куплю ее себе. И будем запускать ее, ну так как пистолет она выглядит. Жмешь на курок, и фу, она запустила волчка. Купим себе такую. Но пока вот с этой меньше всего геморроя. Легко запускать и ничего. Вот эта запускалка у меня единственная, которая умеет запускать волчки и влево, и вправо. Вот так она запускает влевостороннее. Вот так она запускает правостороннее. То есть на самом деле это единственный мой способ сейчас запустить волчка. Сейчас вам покажу. О, вот это. Lunar он, по-моему, называется. Вот он у меня крутится в другую сторону. И только с помощью этой запускалки я могу его запускать. То есть эта запускалка из магнита. Стоит вместе с волчком. Ну, одна у меня такая сломалась. То есть они очень ненадежные. То есть плюс у нее только в двух направлениях она может запускать. А минус то, что она ненадежная. Это запускалка Infinity Nado. Ее минус то, что она может запускать только Infinity Nado и в левую сторону. А так она очень крутая. Мне нравится механизм их крепления. То есть прикрепил и все, запустил. Это от оригинала Hasbro Blade Blade. Кстати, не надо мне писать теперь, что Hasbro это не оригинал. Оказывается, Hasbro это тоже оригинал. Только он продается в России. То есть в Японии делает их Takara Tomy. У нас в России делает Hasbro. А они абсолютно должны быть одинаковые. Я, конечно, возможно, куплю себе от Takara Tomy. Мы сравним их с Hasbro. Но по идее они абсолютно должны быть одинаковые. Просто лицензия в России у Hasbro. Лицензия в Японии Takara Tomy. Все. Это запускалка китайская с AliExpress за 100 или 200 рублей. Вот такая. Не особо она мне нравится, потому что ленту тяжело вставлять. Ну то есть долго вот это все делать. Хотя она нормальная. Еще она разбирается. То есть можно с нее ручку снять. Ой, сейчас не могу снять. Почему? А вот в сторону. О, прикипело как. Ну в общем она снимается, одевается. Я себе заказал самые путевые запускалки с вот такими штырями. О, видите, с такими пиками. Я себе заказал с AliExpress такую запускалку мощную. Сейчас она придет. Будем делать обзор. Значит в наших соревнованиях я буду использовать тогда вот эти только запускалки. Буду все волшки запускать вот этой. Которые вкрутятся в противоположную сторону. Вот. Получается вот сюда вправо. Буду запускать вот этой. И вот этой буду запускать Infinity Nada. Ну и да начнется битва. Ну и да начнется битва. Infinity Nada против оригинала Hasbro. Вот такой у меня есть. Со штрих-кодом. Все как надо здесь. Видите. О. То есть можно поиграть в мобильное приложение, если хочется. Если не хочется, то не играйте. Давайте подключать их всех. Infinity Nada тогда буду запускать первым. Потому что ну он очень долго крутится. Прям реально долго. Мне кажется дольше остальных. О. Нифига он как крутится. Что-то мне кажется Hasbro сейчас будет не сдобровать. Так. 3, 2, 1 забыл сказать. Давайте посмотрим, что будет. Ну, Infinity Nada мне кажется. Он тяжелее Hasbro в 2 раза. О. Что-то происходит. Давайте-ка я пока схожу на кухню. О. Он чуть его не выкинул. Я пока пойду схожу на кухню за весами. Ну, что там было? Мечья или что? Я пропустил все? Ну, напишите в комментариях. Я просто ничего не видел, кто победил в этой битве. Так, давайте взвесим. Извиняюсь, что такие весы грязные из кухни. Так, оригинал Hasbro у нас весит 31 грамм. 32 грамма. А Infinity Nada тоже оригинал. 56. Нифига себе. Нифига себе практически в 2 раза. Так что они очень тяжелые, металлические. Да, наверное все-таки Infinity Nada. А, кстати, Infinity Nada есть сериал, мультсериал? Наверное есть. Так, все. Это у нас проиграл. Давайте дальше битва. Ladies and gentlemen. О, кстати, я забыл. Чтобы собирать много лайков, нужно говорить дурацким голосом. Эй, сейчас у нас будет бой! Кто это? Блейдблейд, Казука, Мазука, Мазука, Омона, Infinity Nada против Харсаюма. Это у нас называется Геркулес. Кстати, вы знаете, почему это называется Геркулес? Я его всегда называю Лев. Но у Геркулеса был щит со Львом. Или... А, нет, у него была грива Льва. То есть он этого Льва когда убил, подвиг какой у него был, шестой или пятый, он его шкуру себе одел. И вот такой Лев у него был. Поэтому Геркулес называется, ну, в честь Бога Лев, потому что он убил у Льва. Видите, у него даже... Это вот голова человека и капюшон из-за Льва у него одет. Давайте сейчас их сравним. Infinity Nada! Три, два, один! Блин, как же он мощно бьет арену. Геркулес! Вау! Аж оторвалась ручка-запускалка. Геркулес достаточно тяжелый, кстати, противник. Ну, кто же победит? Делайте ваши ставки, дамы и господа. Я ставлю клубничный сок на то, что победит Infinity Nada. Он прям к нему липнет, смотрите, он прям идет. Кстати, возможно, сравнение не совсем корректное, потому что арена у меня Infinity Nada, а вот Hasbro они немножко отличаются, арены. То есть у них такая точечка есть посередине, где они должны встречаться, а здесь ничего такого нету. Ну, вы только посмотрите, он не сдается. Геркулес, на самом деле, один из самых мощных беев. Геркулес! То ли победил Геркулес, то ли победил Infinity Nada. Ну, кстати, Геркулес один из самых, значит, мощных волчков, который может составить ему конкуренцию. Отложу пока. Бой Infinity Nada против из магнита Волчок, который за 180 рублей вместе с запускалкой я купил в прошлом выпуске. Посмотрите. U3 он называется или U4 какой-то там с этими, с подшипничками. Эти подшипники у него катаются влево-вправо. Погнали. Три-два-один! Магнит! Три-два-один! О! Слышите, как у него подшипники двигаются? Подшипники мощно у него свистят, катаются. Да, звук, конечно, незабываемый. Надо будет музыку здесь потише, наверное, делать на заставке, на фоне, чтобы именно было видно, как он крутится. Но они друг друга обходят. Ну. Ой, хорошо он ему надавал вещам. Смотрите, они как отскакивают от него. То есть, по идее, Infinity Nada можно победить волчком с большим балансом. То есть, именно, который будет вокруг него кататься, долго кататься. И вы только посмотрите. Ну, опять же, можно сказать, ничья. Ладно, тоже хорош. Он хорош, оказался, против Infinity Nada. Но еще не забывайте, что я запускаю его немножко с замедлением. Так, это у нас оригинал Hasbro Excalibur. Excalibur, по-моему, так называется. И Infinity Nada, погнали. Запускаем Infinity Nada. И запускаем Excalibur. Ну, Excalibur тут проиграет. Мне кажется, Excalibur это один из самых слабых волчков. Ого! Они тут устроили надо арену на клей сажать. Ух, ух, как больно. Подержу-ка я арену. Боль. Он прям так его выталкивает, как у силы. Так, ну, Infinity Nada победил. Excalibur мне вообще не нравится. Честно говоря. Зря он на него только деньги потратил. Дальше у нас будет его соперником Magnit за 189 рублей. Еще один волчок. Не знаю, как он точно называется. Кто-то мне писал, что этот неправильный наконечник, возможно. А, возможно, и правильный. Давайте я сразу его сюда надену. Оп. Отдели. И запускаем инфинюшку. Оп. Так. Магнит. 3, 2, 1. Ох, ох. Он ему как лещей надает. О-о-о-о! О-о-о! Это два балла, по-моему. Два очка называется. Но с Infinitinado, я думаю, эта система очков не должна работать. Потому что Infinitinado не могут развалиться. Так что это будет нечестно давать два балла за то, что он развалил. Так, ладно, я соберу пока нашего бедного Магнитовского. Да, очень плотно он ему заехал. Мне даже его жалко. Тебе жалко? Это волчки, которые сражаются с Infinitinado. Далее у меня идет волчок, который... Я так и не могу на него с Алиэкспресс. Один из самых тяжелых с Алиэкспресс. Но я крышку ничем не могу закрутить. У меня есть крышки запасные, аж три штуки. Но у меня нет ключа. А ключ от Infinitinado, к сожалению, не подходит к этой штуке. Так что придется без крышки сражаться. Раньше, кстати, этот волчок был очень хорош, но почему-то в прошлых выпусках он у меня всем проиграл. Три-два-один! Алиэкспресс, три-два-один! Ох! Они по весу практически сопоставимы должны быть, кстати. Давайте я подержу арену. Так, сюда в тень. Ну, пока они просто танцуют. Походу у этих волчков много баланса. Не хотят никто проигрывать. Да, Infinitinado все-таки можно победить, если его заболтать, закатать. Кстати, а какой самый тяжелый волчок у Bad Blade Birds? Напишите. Чтобы я купил его и попробовал их сравнить. Так, ну тут Infinitinado безоговорочно победил. Дальше у меня есть вот такой поддельный Excalibur. Excalibur, да, по-моему, так называется. Который, по-моему, у него наконечник не тот. Наверное, тут надо наконечники поменять. Я не знаю. Кто-то мне писал, что где-то тут наконечники неправильные. Но это с Алиэкспресс купленные. То ли дочка моя играла и их перепутала, потому что я пытаюсь постоянно их, ну, не путать. А дочка могла перепутать. Три, два, один! Алиэкспресс, три, два, один! Ууу! Вы что? Полегче! Ну, Excalibur, по идее, должен сейчас сразу же проиграть. Потому что он очень легкий. Да? Что и требовалось доказать. Он сразу сдался. А Infinitinado, такое ощущение, будет еще крутиться очень и очень долго. Он аж шуршит аж. Да, я слышу, как он шуршит. Хорош, хорош, зверь. Остановись. Мне просто страшно его рукой брать. Так. Теперь у нас последний, кто остался. Это, по-моему, Луйнар называется. Он, который крутится в другую сторону. Все забываю. Придется мне взять сейчас другую запускалку, которую умеет запускать влево. Это магнитная запускалка. О. Да. И сейчас я запущу его. Так, ну, для начала запустим. Infiniti. Надо! Три, два, один! Infiniti. Надо! Машина такая есть, знаете. Так. Резко ворвался и резко выпрыгнул. Прям как бой этого. Федора Емельяненко с этим. Ну, короче, вы меня поняли. Жалко, да, что Император проиграл. Да, развалился он, конечно, мощный. Ну, потому что он крутится еще в обратную сторону. То есть получилось у них это. Короче, взаимодействие. Этот крутился в ту сторону, этот в эту. И они раскрутились в разные стороны. И он его раскрутил. И поэтому он выскочил и разбился. Так, получается, пока могли составить ему конкуренцию только вот эти два волчка. Предлагаю продолжить с ними. Давайте перетест Геркулеса с Infiniti надо. Геркулеса я тогда сразу сейчас приготовлю на запускалку. Так. Опа. Все одел. Вот тут единственное меня чуть бесит, что попадать надо вот этой штукой туда именно. О, видите, в отверстие. Три-два-один! Геркулес, три-два-один! Ну что, Геркулес, не подведи. Не подведи батю. Давай! Давай за Наруто! Геркулес! За девочек няшных! Это прям, как этот, Рокки! Все против него! Но он может победить! Давайте, ребята, держим пальчики за Геркулеса! Отомстим Infinix! Отомстим китайозам! Это, получается, у нас Китай против Японии. Infiniti надо, это же, по-моему, все-таки китайская больше. О, чувствую, попахивает ничьей опять! Ну-у-у-у-у! И это опять ничья! Все, я предлагаю его не мучить. Геркулес, красавчик! Если захотите победить Infiniti надо, берите Геркулеса. Наконечник у него тот, вроде. Вроде все нормально. Да, он был красавчиком! Можно, конечно, на Infiniti надо одеть другие насадки. И тогда попробовать. Давайте теперь с магнитовским сравним, который с шариками. Вот этот, который ЮМАЮ-3, или как-то он там называется. Три-два-один! Магнит, три-два-один! Ох! Хорошо пошли! Давай, магнит! Если Infiniti надо победит, волчок, за 100 рублей, это будет же вообще скандал. Мы сразу напишем всем инфинивцам, что они ничего в жизни не добились. Вообще, можете сейчас проголосовать, написать в комментариях, за какой волчок вы голосуете, или за какую компанию. К примеру, там, мне нравится Hasbro, такой-то, или мне нравится Infiniti надо больше, и такое-то название волчка. Если не знаете название волчков, как я, тогда от меня лайк тебе, если ты не задрот. А если задрот, тоже прикольно. Не знаю, мне кажется, прикольные игры. Мне прям само не понравились. Я, бывает, даже сейчас сам сажусь вечерами. Но опять они упали, можно сказать, одновременно же. То есть, лучший способ победить Infiniti надо, это вот такие волчки. Не знаю, много в них баланса или какой. Геркулеса не помню, он какой защитный больше. По-моему, больше защиты. Этот, наверное, тоже защита. В общем, вот это наш сегодняшний топ. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо большое, что посмотрели это видео. Встретимся в новых выпусках. Всем пока! И посмотрите два видео, которые вы сейчас видите на своих экранах. Там тоже было интересно, захватывающе, неповторимо. Субтитры сделал DimaTorzok